Елена Валерьевна, здравствуйте. Алло. Алло, Елена Валерьевна, здравствуйте. Слушаю. С вами говорит Икеев Андрей Андреевич, старший следователь экономического отдела безопасности МВД России. Скажите, пожалуйста, вы сейчас по месту прописки находитесь? В смысле? Место прописки не меняли, скажите, пожалуйста. А вам это зачем? С какой целью интересуетесь? Дело в том, что мы связали с вами касательно заявления по правонарушению от филиала ВТБ банка, согласно 327 статьи. Сейчас все объясню, это подделка официального документа. Сразу задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кем вам приходится Тимонин Богдан Сергеевич? Я таких не знаю. Понимаете, дело в том, что вчера в 11 часов явился филиал ВТБ банка на Кутузовском проспекте в Москве. Представился вашим племянником, поэтому я задал вам такой вопрос. Также предоставил специалисту доверенность и потребовал выдать максимально допустимую сумму на руки. Якобы вы сейчас в больнице находитесь в тяжелом состоянии. Скажите, с вами все хорошо? Да все в порядке. Отлично. Вот поэтому я спросил, где вы находитесь. Я думаю, вы понимаете. А как вас зовут? Я не поняла, я что-то не расслышала. Можете записать. Как вам обращаться? Меня зовут Евкеев Андрей Андреевич. Как еще раз? Евкеев Андрей Андреевич. Ну, мне негде записать. Я постараюсь запомнить. Андрей Андреевич, да, вы говорите? А если что, не стесняйтесь, переспрашивайте. В общем, после этих действий сотрудница банка начала задавать ему вопросы. Что с вами, в какой вы больнице? На что он сказал, что беспокоить вас не требуется, что задел в другой раз. Начал кричать, ругаться, вырвал из рук доверенность у специалиста и выбежал из отделения в неизвестном направлении. На данный момент подозреваемый находится в федеральном розыске уже более полутора месяца. И служба безопасности передала нам... Подождите, не поняла, не поняла. Если он вчера приходил в банк, как он может полтора месяца находиться в федеральном розыске? Если он только вчера приходил. Я сейчас вам все объясню. Дело в том, что за ним также фиксируются более четырех таких случаев. Они происходили до этого. И также в этот момент вы выступаете с центральным банком потерпевшим. То есть вы такая не одна. Это не первая. Вы понимаете, и во всех этих случаях фигурирует Тимонин Богдан Сергеевич. Так он же племянник всех остальных, еще четырех человек. Вы понимаете, да, что это мошенник. Это мошенник. Нам на данный момент необходимо разобраться, откуда могла произойти утечка ваших паспортных данных. Ведь по паспорту была якобы составлена данная доверенность. То есть либо же с вашей стороны, либо с внутрибанковской. Объясним сейчас. Понимаете, что ваши данные, какие-либо банки, в которые вы предоставляли паспортные данные, могли их продать. То есть этот недобросовестный сотрудник также находится под наблюдением. А какой сотрудник, если вы знаете сотрудника, который находится под наблюдением, тогда и ведите за ним наблюдение. Я в чем тогда? Послушайте, вы какую лично, сами доверенность лично оформляли? Я ничего никому не оформляла. Я вас прекрасно понял. Скажите, я сейчас вам задам несколько вопросов. В недавнее время вам поступали подозрительные звонки? Может, спрашивали ваши паспортные данные или что-то такое? Я такого не помню. Сразу вас проинформирую, если вам звонят какие-то неизвестные люди и спрашивают ваши данные, номер карты, ни в коем случае не давайте. Даже если звонит якобы полиция, полиции никогда не нужны эти данные. Никогда никому их не давайте. Я никому ничего не давал. Что не давать? Да, ничего не давать. Я поняла. Паспортные данные. Полиция не давать паспортные данные? Еще раз. Нельзя давать полиции паспортные данные, вы сказали? Вообще, да, никаких данных вы не даете. Хорошо. Потому что полиции это не надо, понимаете? Хорошо. Это чтобы вы знали на будущее. Поняла. Скажите, пожалуйста, следующий вопрос. В отделении банка у вас конфликты происходили? Какого банка? ВТБ банка? ВТБ банка, да. Я бы туда, в общем, и не ходила, по-моему, в последнее время. Давно там не были? Да, давно не была. Тогда была последний раз. Не припомните, сколько и по какому адресу последний раз были в этой ББ банке? Ой, вы знаете, ну, наверное, год назад там где-то в Айоне, либо Таганке, либо Щелчка, вот там где-то была. Повторите, плохо слышно было? Ну, где-то около года назад была. Ага, а адрес? Ну, адрес это где-то в районе Таганки, там вот, когда выходишь из метро, или около Щелчка, вот там из метро, когда выходишь сразу направо, поворачиваешь, и там вот отделение банка. Вот это вот, по-моему. Я вас понял. В районе Таганки, правильно? Ну, я не помню, я вот как-то выходила, просто обращалась, потому что мне надо было деньги там переложить. Я вас понял. Сейчас задам еще вам несколько вопросов. Скажите, вы помимо ВТБ банков, какие банки предоставляли паспортные данные, потому что также с этих банков могла произойти утечка ваших паспортных данных? Может, Сбербанк, Почтабанк, Альфа-банк? Ну, я разными банками пользуюсь. У меня там и Альфа-банк, у меня была карта, и Сбербанк была, и вот банк, и раз, и там вот карточки. Сейчас запишу себе, подождите. Только Альфа-банк, и Сбербанк, да? Ну, по-моему, еще Росбанк была какая-то карточка. Какая-какая? Росбанк. Сейчас запишу. Хорошо, и это я себе записал. Понимаете, просто этот человек также предоставил ваш личный счет и также выписку, по вашему счету, на сумму, которая составляет больше миллиона рублей. Скажите, пожалуйста, вы об этой сумме кому-то рассказывали? Рассказывали, что у вас есть открытые счета, что вы обслуживаетесь в банках? Родственникам, может, друзьям? Подождите, а я уже давным-давно закрыла все вклады в банке. Ну, в смысле, не давно, а вот у меня, когда первого числа закончился там вклад, и я его сняла. Я вас понял, просто дело в том, что у меня есть информация от ЦБРФ, это Центральный банк России, что по тем банковским учреждениям, в которых вы являетесь клиентом, на ваши паспортные данные есть открытые вкладовые вложения, а также депозит. И на данный момент ЦБРФ меня попросила уточнить, данные счета были открыты вами или третьими лицами? То есть вы ничего не открывали, правильно понимаю? В смысле? Я уже закрыла счета. У меня были счета в банке, но у меня вот первого числа закончился срок вклада, и я все сняла. Открытых счетов у вас сейчас нет, правильно понимаю? Нет. Прекрасно вас понял. Хорошо. Тогда, если лично вам не присутствуют открытые счета, то данные счета будут аккумулированы системой банков и изъяты государством, а сами счета будут заблокированы, чтобы мошенники не могли ими пользоваться. Я думаю, вы это прекрасно понимаете, правильно? Ну, хорошо. Ладно. Я тогда подойду в банк и разберусь тогда. Хорошо. Спасибо вам большое. Отлично. Подождите, пожалуйста, еще вам кое о чем проинформирую. Понимаете, что если вы пойдете в банк, так же как в этом банке, я же говорил уже, могли продать ваши паспортные данные. То есть в любом из этих банков может присутствовать недобросовестный сотрудник, который в сговоре с этим мошенником. Банк это в первую... Скажите, у вас есть, может быть, личный менеджер? Я такого не знаю. А у меня он должен быть? Мне к кому-то конкретному надо подойти в банк? Нет, просто если у вас есть личный менеджер, тогда вы бы могли поинтересоваться у него, так как его нет. Нет, ну вот скажите, кто у меня личный менеджер? Я сейчас запишу тогда и подойду, раз вы говорите, что у меня есть. Я же у вас спросил, есть он у вас или нет. А он должен быть? Нет, ну вот как спрашивать, я вот уточняю. Он у меня должен быть? У меня должен быть личный менеджер? Может, меня не проинформировали? Личный менеджер? Это если вы хотите. Личный менеджер это тот, кто во всем причастен к вашим банковским действиям. То есть доверенное лицо. Понимаете? Доверенное лицо по распоряжению моими деньгами? Нет, спасибо, не надо мне такого. Я лучше сама буду распоряжаться моими деньгами. Нет, не надо. Я считаю, это абсолютно правильное решение. Скажите, пожалуйста, сколько активных пластиковых продукций, которыми вы пользуетесь самостоятельно сейчас имеете? Ну, то есть карты, карты банков. Каких банков? Которых вы являетесь клиентом. Ой, ну не знаю, что-то 4, наверное, 5. Так. Я вас понял. Сейчас запишу себе. Да, да. Так а вы поймали этого какого богдана-то? Я не поняла. Так дело в том, что мы пытаемся его поймать. А вы не можете камеры отследить, да? Посмотреть, которые были установлены в банк? По камерам видеонаблюдения отселяла ВТП банка, было видно, как этот товарищ просто занервничал. Также было видно его лицо. Ну, я же говорю, выхватил документы из рук сотрудницы и скрылся в неизвестном направлении. А вы его не смогли поймать, да? То есть это вот ваша оплошность, я так понимаю. То есть вы накосячили, а теперь звоните мне, да? Не смогли задержать преступника? Да, мы не накосячили. Что вы такое говорите? Дело в том, что он пытается украсть ваши деньги. Он сейчас может в любой банк выйти, где вы обслуживаетесь, и попытаться опять снова украсть ваши деньги. Ну, вы же мне звоните, у вас уже заведено уголовное дело, поэтому, скорее всего, вы же уже уведомили банк ВТП, правильно? И, значит, тот сотрудник, который попытается выдать мои деньги, значит, соответственно, будет являться сообщником. Ну, о чем вот это говорить? Так нам нужно определить этого недобросовестного сотрудника. Вы что думаете, он сам скажет, ну вот это я? Ну, а как? А все же операции фиксируются. Тот сотрудник, который проведет выдачу денежных средств, вот и будет, значит, причастным. Какие-то, вы прямо подписаны, истинно мне вам приходится вам объяснять. Понимаете, я же спрашиваю по этому. Лично вами счета какие-то открыты, потому что мошенникам будете считаться и вы, так, как вы пытаетесь отмывать средства. Или же третьими лицами. Вот, для этого я это спрашиваю. Лично вами есть какие-то открытые счета? Вы мне скажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, я свои счета открывала еще в 1998 году. Как вы думаете, за это время сколько я могла денег отмывать? Я же не могу знать. Сейчас вы мне, на данный момент, у вас есть открытые счета? Потому что по тем банковским учреждениям, в которых вы являетесь клиентом, я же вам говорю, на вашей паспортной данной есть открытые вкладовые вложения. Скажите, это вы их открыли? У меня были открытые. Я же не говорю. Я вам еще раз говорю, у меня первые числа закончились вклады. Я закрыла их и денежные средства сняла. Все. Сейчас в каких-то банковских учреждениях вы являетесь клиентом, пенсия. Вкладов нет в пенсии. В каком банке пенсию получаете? В Сбербанке. В Сбербанке. Сейчас запишу. В ТБ уже давно не пользуетесь, правильно? Ну, у меня есть там карточку, но я там особо не пользуюсь. Я вас понял. Сейчас запишу. Хорошо. Скажите, какой вы баланс фиксировали последний раз после последних операций, которые выполняли самостоятельно до действия мошенничества? Где фиксировали, что фиксировали? Я вообще не понимаю, о каком банке мы говорим. Вы сейчас спрашиваете про разные банки, сейчас спрашиваете какой-то баланс, который фиксировали. Ничего не понимаю. Вы меня просто путаете. Сейчас, я сейчас вам все объясню. Те банки, в которых вы, Альфа-банк, Сбербанк, Росбанк, ВТБ-банк, какая сумма на данный момент у вас в них присутствует? До действия мошенничества, чтобы мы понимали, смогли ли что-то украсть? Не помните примерную сумму, которая была в последний раз у вас? Где была? Еще раз, я не понимаю. В каких банках? Альфа-банк, Сбербанк. Ну, Альфа-банк, там было где-то, ну, там у меня, по-моему, несколько карточек, но там где-то, ну, одна карта там где-то около 400 тысяч там было, и где-то там около 600. Я понял, а Сбербанк? Ну, Сбербанк там тоже где-то там 150, там 470. Так. Я понял. Сейчас запишу себе. Хорошо, отлично. Сейчас. Понимаете, на данный момент фиксируется от Центрального банка заявка на попытку списания ваших средств. Центральный банк приостановил транзакцию. Сейчас мне просто необходимо будет перенаправить вашу заявку в Центральный банк, поскольку именно эта организация контролирует работу всех банковских структур РФ. Как мне сообщили, Центральный банк ваши счета пока что заморозил, во избежание угрозы потери свет. Ну, чтобы не смогли их никуда никому перевезти. Они пока что заморожены. Сейчас их специалист поможет вам с этим всем разобраться и решить вашу проблему. За вами будет закреплен куратор, который несет юридическую и финансовую ответственность за вас в рамках закона. В это же время я составлю протокол по вашему делу. Ваша задача закончить разбирательство с банком, получить оригинал документов и с документами уже направиться ко мне в отдел. Скажите, пожалуйста, у вас ручка присутствует для того... Ой, не, я не... Запишите адрес. Давайте я попытаюсь запомнить. Какой адрес? Точно запомните? Ну, попытаешь, да. Улица Шаболов, К-6. Меня зовут Евкеев Андрей Андреевич. Лучше бы записали. Значит, 13-е отделение, 1-й пус, 4-й кабинет. А это где это находится? В какой-то район. В какой район? Алло. Что говорите? Не услышал. Район какой? Район какой? Район Войковский. Войковский? Улица Шаболовская? Войковский. Шаболовка, К-6, я же вам говорю. Шаболовка, К-6, это район Войковской? Да. Сейчас за вами будет закреплен специалист, я же вам говорю. Смотрите, сразу вас предупрежу. Если с кем-то общаетесь, говорите за 310-ю, 307-ю статью, это не разглашение внутрибанковской, так же коммерческой и налоговой тайны. Я думаю, вы понимаете, то, что пока ведется следование, об этом никому знать не нужно, с третьим лицем, потому что потом к пятому, десятому. И так мы этого мошенника никогда не словим. Я думаю, вы это понимаете. Сейчас вы будете общаться по защищенной линии, и все разговоры будут записаны. Сразу спрошу, вам в понедельник, если что, будет удобно со мной встретиться в отделении? В отделении, это улица Шаболовская, да? Да, да, да. Не знаю, а во сколько нужно быть? Ну, давайте вы сейчас пообщайтесь с сотрудником банка. После этого я вам перезвоню, мы... Скажите, во сколько надо быть-то, во сколько там надо приехать-то? Ну, смотрите, можем договориться на понедельник, во сколько вам будет удобно? У меня у нас с работы отпрашиваются, да что вы, конечно... Нет, конечно. Давайте тогда договоримся, когда вам будет удобно? Ну, наверное, после шести. После шести? Мне же надо доехать до этого и найти, где это находится, эта улица Шаболовская. Хорошо, я думаю, у нас получится. Тогда давайте в понедельник после шести обязательно. Обязательно. Да, хорошо, договорились? Хорошо, да. Сейчас переключу вас на сотрудника. Не отключайтесь, оставайте на линии. Подождите. Елена Валерьевна, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. К нами связался старший специалист винаодела Центробанка России. Меня зовут Фролов Вадим Викторович. Очень приятно. Как еще раз вас зовут? Фролов Вадим Викторович. Хорошо, слушаю вас, Вадим Викторович. Получил запрос от сотрудника правоохранительного органа. Что произошло? Какая ситуация? Понятия не имею. Позвонил, что-то сказал какая-то... Как это не имеете понятия? Ну, я не знаю, он что-то там говорил про какого-то племянника, который в банк пришел, что-то там, а у меня нет племянника такого. То есть, с помощью вашей натуральной доверенности на вас совершили мошеннические действия? Это вы говорите или вы спрашиваете? Это я спрашиваю. Ну, скорее всего, не знаю. Вот так сотрудник полиции сказал. Я понял. Так, а вот вы на Сбербанк получаете пенсию, правильно? Получаю. Вы сейчас где-либо трудоустроены? Я на пенсии. Ну, а кем ранее работали? В компании в одной работала. Ну, это вы что? В коммерческой компании? 40 лет уже на пенсии? Почему? 40 лет уже на пенсии? Чего взяли? Ну, вы 87-го года рождения. Ну, пенсии бывают разные. Пенсии бывают по инвалидности. Если вы не в курсе, как сотрудник Центробанка... Нет, я-то в курсе. Вы просто сотруднику МВД ничего не сообщили. У вас инвалидность? Он, да. У меня пенсия по инвалидности. А вам зачем? У вас все документы есть. Какие документы? Ну, пенсии. Пенсии перечисляют пенсионный фонд. У вас все документы есть? Те проходят через Центробанк или банк, там, Сибербанк, который перечисляет пенсию? Нет, через Центробанк не проходит данная документация. А нужно сделать запрос в Сбербанк? Допустим. Так, Елена Валерьевна, сейчас ситуация состоит из того, что у вас машинические операции ведутся по вашим счетам. Вот у вас по Сбербанку есть счет этот, понимаете? Да, есть. Там сумма фиксировалась 470 тысяч рублей? Ну, где-то в этом районе, да. Ну, а эту сумму уже списали. Как списали? То есть, с сегодняшней датой была произведена попытка списания. Списалась... Так, попытка или списание? Я понять не могу. Нет, списание 470 тысяч рублей. Так, и что теперь делать? Значит, деньги списались на посторонние реквизиты некого Буйного Олега Павловича. Позднее 4 сетей окончания данного счета 44,75. А мне никаких СМС-ок не приходило, никаких уведомлений не было? Потому что у вас был отключен финансовый номер телефона. Эту, значит, этот перевод произвел непосредственно внутрибанковских сотрудников. Не поняла еще раз. Что вы сказали, что было отключено? У вас был изменен финансовый номер телефона. Ну, если финансовый номер был изменен, почему вы тогда звоните на этот номер, почему вы не звоните на новость, если он был изменен? Потому что вы столкнулись с фактом мошеннических действий, что непонятно. Ну, тогда вам нужно было бы логично позвонить на новый номер телефона, который был изменен. Логично, что новый номер телефона вообще не существует? Абонент не в сети? Ну, тогда передайте эти данные, как его, Евгений Евгеньевич, да, как он сказал, как его зовут, этот сотрудник полиции. Вот как раз и Андрей Андреевич. Елена Валерьевна, объясняю. Передайте эту информацию, тогда я пускай он... Вас перевели 470 тысяч рублей на посторонний счет. Слушай, да, конечно. Вы вообще заинтересованы вернуть сегодня? Пока мы что делаем с вами. Ну, по-моему, это и делаем, пытаемся вернуть. Вот, значит, я продолжу. 470 тысяч рублей списал сотрудник банка. Перевел на посторонние реквизиты. Счет зарегистрирован на некого буйного Олега Павловича последние 4 цифра окончания 76.45. Ну все, идите, тогда и задерживайте этого сотрудника банка. Служба безопасности банка заблокировала данный счет. То есть ваши деньги сейчас находятся в замороженном состоянии. Блокируем. Хорошо, спасибо большое. На протяжении 30 банковских рабочих дней мы имеем право вернуть вам данную сумму. Но мы же не будем возвращать эти 470 тысяч рублей на ваш старый счет, потому что этот счет сейчас скомпрометирован. Там ведутся машинские действия. Соответственно, чтобы вернуть вам сумму, которая у вас была списана, вам необходимо переоформить свой счет по Сбербанку. После переоформления данного счета у вас будет новый счет. Данный счет будет застрахован. Также это Центробанком России. Там будет присутствующая страховка. Также за вами будет закреплен новый личный менеджер. И после того, как вы активируете свой новый счет, та сумма, которая была у вас списана, мы перемещаем на этот новый счет. Ага, поняла. Сейчас мы к вам на старый счет зачислили страховую сумму. Ровно 470 тысяч рублей. Данная сумма вам предназначена для активации вашего нового счета. Не поняла. Зачем вы зачислили на старый счет, с которого вы только что украли деньги? Сейчас мошенник возьмет и опять украдет. Чтобы активировать вам новый счет, не перебивайте меня. Чтобы активировать вам новый счет. Почему вы на меня кричите? Не кричите на меня. Я вот задаю вопрос. Зачем вы на старый счет зачислили деньги? Сейчас мошенник возьмет и украдет. Давайте я вам продиктую номер другой своей карточки, вы на нее зачислите деньги. Зачислите меня на другой номер карты. А еще что вам сделать? Ну, сейчас мошенник просто украдет мои деньги. не украдет ну как не украдет я сейчас только что произошло списание с моей карточки 470 тысяч и вы сейчас еще раз туда положили 470 я правильно понимаю так вот на карточке были дадим конечно у меня деньги были на карточке и вы говорите что у меня мошенник сейчас списал эти деньги и вы еще раз кладете мне на карточку четыреста семь тысяч потому что он увидит эти деньги еще раз пишет ну пусть пишет все равно государственные деньги как-то государством нет потом за это отвечать придется за эти деньги конечно 174 указ вот поэтому зачем вы меня вот таким образом подставляете так так секундочку давайте перевезите мне мои деньги тогда на другой номер карты секундочку не перебивайте меня зачем вы так кричите у вас личный кабинет есть у вас личный кабинет есть нет у меня личного кабинета я им пользуюсь только через компьютер у меня обычный телефон кнопочный в смысле у меня есть телефон но я у меня нет на телефоне этого личного папу зареки кабинета я через компьютер захожу и пользуюсь а skype у вас есть нет у меня ничего такого но придется вам установить данное приложение я не могу ничего устанавливать на телефон у меня телефон памяти 16 гигабайт нет это это на компьютере это на а я сейчас не за компьютером я сейчас не дома ну я чем деревне у мужа а как деревне назвать ну вам зачем вы ко мне в гости хотите приехать ну конечно знаете вы как-то очень странно ведете разговор почему ну потому что то что мне кажется что сотрудники центробанк этим так не общаются у меня деньги воруют а вы там как-то привольная и свободный вот так так это вы бред не сядет его бред не сядет ну вот у вас какая-то странная манера речи какая-то колхозно если на ну не знаю вам же лучше виднее вы же деревнями ну да конечно я же из деревни в отличие от вас но я из москвы а вы звери но я так понимаю москвич третьем поколении я прям по разговору слышу да за то вообще не скучно я вас слушаю вы будете говорить по существу но по существу как вы деревне пойдете сбербанк для обновления вашего счета почему я пойду у как автобус ходит чем проблем то какая деревня ну вам зачем вы ко мне в готе хотите приехать наступе отделение подобрал он бежать спасибо я в курсе где у меня ближайшее отделение и какой автобус ходит до ближайшего города ну я не намерена разглашать свои персональные данные где я нахожусь а может я с любовником нахожусь деревне зачем мне такую информацию сообщать вам по телефону тем более что как он сказал андрей андреевич сказал что все звонки записываются я буду мне какого-то неизвестному сотруднику банка еще рассказывать где нахожусь и с кем я нахожусь под запись разговора вы уже разглечение но все а инвалидность вот какой станет а вам какая разница вы мне хотите материально помочь если мне хотите помочь приведите мне деньги на номер моей карты что на номер моей карты переведите деньги если вы мне хотите помочь сколько ну раз вы сотрудник центробанка значит у вас очень хорошая зарплата вот переведите мне хотя бы десятую часть от вашей зарплаты так а зачем вам мы деньги переводить тем более 10 тысяч а зачем вам вы спрашиваете про мою инвалидность а то есть у вас 10 тысяч вы что зарплату в центробанке 100 тысяч только получается сколько как-то жизненько но я сказал 10 процентов нет я сказал 10 процентов от вашей зарплаты 10 процентов от вашей зарплаты вот вы так вы даже не можете вы сказали 10 тысяч перечислить на карту я сказала 10 процентов от вашей зарплаты сколько вы получаете а и Продолжение следует...